Ребята, всем привет! Вы снова на канале Роман Гоу. Снова ваш покорный слуга, скромный король аукционов на ютубе на связи. Город Владивосток на связи. Столица японских автомобилей с правым рулем и столица молодежи, если что, в этом году в России. Так что прошу любить и жаловать. Я, как всегда, на своем канале делюсь с вами инфой, значит, про японские автомобили. Также делюсь моментами из своей жизни, как вы знаете. И сегодня, сегодняшний видос, он не исключение. Познакомлю вас с одним из моих подписчиков, покажу тачки, в том числе и инвестиционные, значит, среды, литровые, так сказать. Также в конце видоса немножко о себе расскажу, то есть какие изменения происходят, какая движуха вообще. Но сначала хочу вам показать еще один из бестселлеров Владивостока. То есть в прошлом видосе я показывал вам рынок Китай-город, да, то есть такое прям знаковое место. Еще, значит, есть японские товары всякие и вот среди них популярны вот такие капли для глаз. И сегодня я вам расскажу, для чего они нужны. Берем, значит, так, откручиваем. Как видите, я уже пользовался, да, вот чуть-чуть уже ушло. Сейчас один глаз я закапываю, второй нет. И увидите разницу вообще, просто она катастрофическая будет. Что называется, по ресницам текло, а в глаз не попало. Вроде попал. Сначала немножко непривычно, они еще некоторые, какие-то ментоловые бывают, некоторые, то есть много разных капель бывает. То есть нужно выбирать аккуратнее. Они с витаминами для глаз. И сейчас я вам покажу, для чего эти витамины нужны. Вот смотрите, правый глаз я закапал, левый нет. Выходим. Капли японские, машина тоже японская. Смотрите, левым глазом смотрю на машину. Чайки тут подпевают меня. Вот смотрю, вроде все нормально, да, вот машина. Чуть-чуть мокренькая, значит, поверхность, да, видите, вот дождик был или туман плотный. Вот, туманы, кстати, люблю я вообще местные. Вот, вроде все нормально. Сейчас закрываю левый глаз и правым глазом, закапанным японскими каплями, смотрим на японский автомобиль. И что мы видим сразу? Сразу смотрите, видно, здесь шагрень вроде как немножко отличается. Зерно тоже. Вот здесь сразу кратерики. То есть сразу видно какие-то, что было что-то с машиной и что-то делалось. Что-то, ну, кисть маляра, так сказать, не обошла стороной. Может быть, показалось. Давайте еще раз. Закрываю правый глаз. Все, как, все, идеал вообще. В идеале вообще просто не подкопаться. Смотрите, тачка просто новая. Закрываем левый глаз. Все, все косяки видно вообще сразу. То есть какой вывод можно сделать? Если вы хотите просто купить машину, вам просто ездить, капли для глаз вам не нужны. Если вы хотите потратить на покупку автомобиля во Владивостоке, ну, месяц, как я, допустим, первую машину покупал, то вот капельки такие берем, закапываем в оба глаза и все. И вам приключения обеспечены. То есть можно ходить по авторынкам, по объявлениям ездить просто неделями напролет. Постигать все тяготы и нелегкости, значит, Владивостока, сопки, вверх, вниз, туманы, испепеляющие солнце, крик чай. В общем, я вам рассказал, а выбирать вам, как действовать. Но еще, парни, контент на ютубе в последнее время не очень часто выходит, как вы видите, да. Но я повторюсь, где я пропадаю, я всегда в своем телеграм-канале. Каждый день, через день там есть контент. Можно подписаться по ссылочке в описании, либо вот по вот этому QR-коду замечательному, если вы смотрите с телека. Я недавно посмотрел статистику канала, оказывается, ну, 24% смотрят с телека. Офигеть, я думал, там 1%, 2%. У меня просто даже телека нету, чтобы вы понимали. Не то, что я на нем там ютуб смотрел бы. Короче, в телегу уже летаю. Вот, допустим, я и сижу сейчас в инвестиционном проекте, да, только сегодня я вам его покажу. А в телеге он уже есть, уже фото, видео, материалы вчера были добавлены, как бы. Так что, сами понимаете, да, там оперативность, там какую-то скидочку, допустим, есть возможность, появилось. Какие-то курсы упали по машинам в наличии во Владивостоке или по машинам в Японии, да, которые стоят. Вы сразу, мгновенно об этом узнаете. И не придется ждать выпуска на ютубе там 2 недели. Ну, а сейчас, как говорится, в наших кругах хорош ля-ля, погнали. Вот он, первый запуск. Бирюзовый халцедон 2.0. Значит, Евгений вот прилетел, значит. Конечно, большинство этих машин сейчас идут черные, темно-фиолетовые, типа пурпурные они называются, но они на вид тоже как черные. Ну, и чуть-чуть белых есть. Вот. Таких цветов немного, но они очень топовые. Евгений пока скромно, значит, заседает в своем автомобиле в новом, так сказать, знакомство происходит. Первый запуск произведен. Сейчас посмотрели 900 километров назад поменено масло. Порядка 80 тысяч пробег. Машина обошлась человеку 620 тысяч рублей. Значит, в моем телеграм-канале он ее увидел. Значит, естественно, сделал единственное правильное решение. И, соответственно, прошло некоторое время, и вот хозяин со своим автомобилем встретился. Евгений, ну как? Первые эмоции, первые впечатления? Да, они просто бомбезные. Столько кнопочек каких-то крутилок, ручечек. Мне сейчас еще мини-гайд нужно будет провести. Да, без проблем. А сейчас прям как раз можно это будет и сделать. А после какого автомобиля-то пересаживаетесь? Деонексия у меня. После Деонексии, да? Он стоит на продаже. Ну, после Деонексии, конечно, да, немного разные автомобили. Это более большого калибра машина, да? Но здесь по оснащенности светодиодные фары, светодиодная полоска, туманочки. Значит, круиз-контроль, кожаный салон. Вот. Трансформация сидений, спать как дома можно. Кстати, вот правильное решение, мне кажется, что сами решили приехать. Ну, сейчас самое то для путешествия, время, начало лета. По колесам сразу у нас смотрим. Колеса 19-го года, 155, 65-14 родные, значит. Арочки тоже можно продемонстрировать, посмотреть. Вот так все это выглядит. Диван-карават готовился. Да, здесь все вот регулируется, да? Вот она, и вот он язычок торчит. Да, вот он. Вот тут хотим, то есть больше делаем для многопассажира. Хотим, делаем больше багажник. Здесь еще вот двойное такое дно присутствует. Достаточно глубокое. Тоже можно что-нибудь положить. Да, вот там все, значит, вот это добро японское. Компрессор, домкрат, герметик, проушина. Вот там баллоник лежит. Еще для этого, для герметика, значит, приспособы. Здесь у нас лампочка Ильича, традиционно здесь светодиоды. Вот полоски, офигенно в ночью смотрятся полосочки. Машина с хондовского аукциона, значит, пришла. А, вот еще одна лампочка с заднего хода тоже. Да ничего страшного. Здесь прям почти мама стоит. Единственный кейкар, это который, ну, как бы не турбо, едет нормально. Главное, не забывайте, кнопочка там зеленая есть. Икон, ее, да, нажимать, и все, сразу машина пуляет. О, я только сейчас пу... У меня знак перевернут. А почему это? Это так и было? Не знаю. Я только сейчас не увидел. Z, Z вагон, а почему так? Ладно, нормально. Не понял. Вот это, вот это... Можно это эти? Нет, там некоторые эти, есть Nissan Note машина, и там многие владельцы енот ставят. То есть, ну, меняют эти буквы местами, и там получается енот. Ну, тут, блин, конечно, интересно. Надо посмотреть на, ну, на аукционе, так и было. Здесь, получается, у нас была небольшая неисправность, то есть, вмятина. Мастера из Азии, значит, ремонтировали. Возможно, их рук дело. Интересно. Антенночку в боевое положение. Традиционно. Хромированные ручки, значит, здесь на кузове. Что еще объяснить? Без проблем. Я эту машину... Традиционер уже включил, он дует. Ну, а куда же он денется? То есть, там фреон на месте. Да. Так. Фреон на месте. Все на месте, конечно. Здесь, получается, вот такая ситуация под капотом. Все лонжерончики, все болтики. Ни одной ручки нет. Все фильтры, да, на месте. Это что? Это бур, да? Это антифриз. Вот расширительный бачок. Вот, это антифриз. Это тормозная жидкость. Здесь блок этих предохранителей. Здесь это мотор. Да, мывайка вон там. Да, мывайка. Это огур, здесь же электрическая. Здесь же электроусилитель. Гидрач это все осталось на УАЗиках. На УАЗиках? Да, здесь гидрача нету. Здесь все. А это что такое? Это клипция какая-то. Это вообще на Энвагоне вот это окошечко. Это просто, я не знаю, как будто для обслуживания сделали. Какая-то клипса, значит, по идее здесь номером это закрывается история. Вот. О, юбочка. Да, все как положено. Аэродинамическая, то есть чтобы расход. Расход я на таком, ну, чуть ли не 4 литра делал на трассе, когда перегонял. С кондером, да? Еще первый. Да какой там кондер, куда уж. Да я кондерами, если честно, не очень люблю пользоваться, а как-то вот продувает меня. Я не знаю, я еще же на черном ехал, что-то кондерами я редко пользовался. Я смотрел, и на синий смотрел, на черный смотрел, и на рыжий смотрел. Когда синий первый вилл, два года назад получается, вот тогда он мне понравился. Ну, получается, через два года взял халцедон. Ну, вау, вау, автоинвестирование начал, так сказать, свое вращение через два года. Ну, что тут смотреть, ну, тут все прям как новое же. Что вы? Да, машина по состоянию радует. Ну, и переднеприводные машины советую брать, если вот такие машины. Полный привод уже меньше выбор, дороже, цена выше. И состояние уже оставляет желать лучшего. Потому что все равно машинке 14-го года получается, 10 лет автомобилю, вот. Хоть и пробег небольшой, но тоже все равно она где-то стоит 10 лет. Какие, ну, то есть разные регионы, у морей, там, у океанов. То есть советую брать, конечно, переднеприводный вариант. Вот, пожалуйста, по обслуживанию у нас. 77-126 замена, а сейчас пробег 77-900. Пожалуйста, состояние руля. Магнитолог Газарс у нас олдскульная, но присутствует AUX, CD AUX, радио. Вот это что такое, типа, какой-то беспроводная какая-то история. У меня 1,87 метра, он не маленький. Вот я стою, вот же. Какой же он маленький, вот. Не, ну, внутри тут вроде как и до 2 метров можно размещаться. Внутри он больше, чем снаружи даже. Ну да, да кого за это-то и любят, ну, как раз вот тест. А это как? Так, ну это получается... Да, это вот она, 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 получается, ее можно выше поднять. Вот это, а можно ниже опустить. Да, да, вот это вниз она опускается, вот она, ага. Вот видно даже, вот, что она выше соседней сидушки. Ну, еще ондаторую шапочку-то можно приодеть, в принципе. У меня панамка с собой ездит. Да, да, панамочку, да. Тест, тест проводим, панамочный тест. Материалы, конечно, вот один пластик, другой пластик, еще один материал. Тут материалы они просто придумали хорошую историю. Даже новые вагоны, которые, ну, они, конечно, да, по-своему топовые, да. Но к ним привыкать еще. Они красивые какие-то? Да. А, да кто-то, я говорю, тут еще, мы еще даже. Тут нужно подпрыгнуть. Да, тут можно, да, смело под шапочку место есть, под андаторую. Или я, получается, набираю скорость, которую мне надо, нажимаю круиз, а потом просто вверх-вниз и... А это что такое, ченч? Это cancel, да, отмена. А, понял. Получается, да, набираем скорость, круиз, ну, его можно заранее включить, а потом set, вот эту кнопку вниз, и все. И потом можно прибавлять, уменьшать скорость. Вот. Так что здесь такое, не хитрое приспособление, но очень полезное. Тут легко достаться. Это, да, ручник-ножник, как на марке, втором, получается, работает, да. Да, но он щелкает. Да, то есть, да, можно подальше его продавить, он тогда это... Еще раз? Да. Вот так еще дальше, да, 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 вот это вот. Ну, и вот затягивается, вот, получается. А, вот, ну, вот, ручник же, он так же на щелчках, где работает. Здесь вот, пожалуйста, стол, если что, помидорочки, огурчики порезать в дороге. А здесь что-то еще можно разместить, вот, крючок, варик, документики. Вот когда зеленый загорается, вот это вот, да, получается? Да, то есть, то есть, температура так вот отображается. Вот сейчас мотор холодный, пока синяя вот эта лампочка горит. Когда она потухнет, все, прогрелись. Вот ЭКО, получается, отключается. Да, деревце убирается, и все, и полетели. Но его, к сожалению, каждый раз нужно отключать. А, то есть, если я его не включу, я, получается, на светофорах буду глохнуть? А, нет, это не то. Не то? ЭКО, это, она, он как бы душит двигатель. А, система АСТОП, которая на светофорах глохнет, там другая кнопка, да, вот там вот. СТБА ОФ? Да, 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 да. А она отображается? Надо, по-моему, зажать ее. Да, вот она, она. А, вот она, да? Да, 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 да. А это ОФОН, это что, интеллист какой-то? Это, да, анти... Нужна вещь? Антиюзь, ну, конечно, да, это нужно. Можешь ее не выключать, да, получается? Да, да, да. А, по-моему, здесь АСТОП не выключается. То есть, вот это, что глохнет на светофорах, по-моему, она здесь не выключается. Что-то СТБА, по-моему, это другая какая-то система. По-моему, да, я же еще, да, я же еще в отзыве в своем бомбил, там, что точно, что не выключается здесь. Вот здесь куча документов, всяких книжечек, винвагон. Газарс. Все, значит, винтист. Музыка музыка. О, японский диск даже есть? Ну-ка, кто? Микс Диджей Форевер. Навсегда. Ну, круто. Чего будет петь? Интересно. Тоже сувенир, да, мелочи, приятно. Не, не, на Д ехать, Л это как первая передача. Как в гору, если, да, какая-нибудь? Ну, да, да, да. Дешка, это вот обычный режим. Нейтралка и, ну, и задняя передача. А нейтралка, она включается? Да, ее не надо особо включать, просто опционально они сделали, как бы, чтобы она была. То есть, Д и Р, назад. А это что такое? А это сюда отверткой можно, эту, сюда отвертку вставлять, если аккумулятор разрядится. В общем, если без зажигания нужно переключить на нейтралку, например, да? Для экстренных ситуаций, вот здесь вот переключаете для коробки передач. Так, у меня сейчас поворотники с другой стороны. Да, поворотнички сейчас, да, надо будет подпривыкнуть с другой стороны. Все, это право-лево. Там и вайка получается. Вот это туманки, да? Да, это туманочки, это фары. Это первое отделение габариты, второе автосвет. Вечером включаются фары, днем выключаются. Это просто принудительно фары включены. А дальние как? А дальние от себя. Ну, то есть ближний свет включить или можно на себя моргнуть, если... Не, а просто можно кнопку нажать, тормоз не обязательно нажимать. Не обязательно. Да, это когда запускать, да, надо тормоз нажать. А ручник это для чего? Да, его не нужно. Да, по на парковке он тоже как бы по стольку-по стольку. Я просто смотрел, там вот так вот машина паркуется. Да, если под горку, под жесткую, то есть, во-первых, ну, я рекомендую колеса вывернуть в сторону бордюра, да? Во-вторых, ставим нейтралку, ручник, тормоз отпускаем, машина виснет на ручнике, потом паркинг. Ну, это прямо для перфекционистов, так сказать, способ, чтобы у нас коробка переменных передач, значит, чувствовала себя хорошо. USB-шка есть? USB-шки нету, ну, вот сюда вставляется, здесь розетка есть, сюда вставляется, получается, ну, любое это, любое приспособление 12-ти вольтовое. Вот, получается, был заклинивший суппорт, пожалуйста, один контрактный 600 рублей был в городе, другой, вот эту тысячу просто поближе было. Так тоже, ну, на всякий случай смотрел. Мотор стоит, что-то, 15 тысяч, что ли, или 20 на этот автомобиль. Бензобак, да, вот, да-да-да-да, надо дернуть, и все, бензобак открытый. Бензин 2-й, 5-й, по настроению, так сказать, по желанию, а может даже что-то не написано. Ну, тут что-то по-японскому, TBE-22, E10. Эта клипса, по идее, она сюда, по-моему, вставляется, или сюда, сверху? Наверное, здесь, там не дотянется. Ага. Вот так вот, и все, здесь вот так вот, кстати, вот, все, пожалуйста, только что была Z, уже N модель, только в путь поменяли. И вот такую-то, пожалуйста, я думаю, здесь вообще офигенно будет, да? Да. Здесь ребята из 190 в таких машинах живут. Вот, так что, любо-дорого просто смотреть на эту картину. Также легкими движениями руки вот так, опа, это все. Ага, вот это девушка рыжеволосая. Да-да-да, японка, значит, ездила здесь с рыжими волосами. Какая-то огненная женщина, значит. Ну что, и краткий тест-драйв можно? А вон там можно объехать или нужно насос сдавать? Нет, там где. Я сейчас какой-то в автошколе. Дворники, да, регулярно будут подмакивать, а через пару дней и все. У меня есть время привыкнуть. Да-да-да. У меня, значит, сегодня будет вкусный вечер. Я с чак-чаком, значит. Чак-чак. Не с пустыми руками. Чак-чак же называется, да? Чак-чак, да. Право-лево. Направо? А, да. И сейчас зеленую кнопку нажимайте. Прямо сейчас. Еще раз? Да, прямо сейчас. А, нет, дерево. Она все тогда лучше, тогда еще нажать можно. Да-да. Вот, сразу поехало. Чего мне все тут моргает? И сейчас надо будет направо скоро, после остановки. ЦТБА у кнопка, это вот эта система сближения, которая, ну, там, если, допустим, не тормозить перед препятствием, она сигнализирует и сама начинает тормозить. Пищать будет? Да. Вот это эта система. А стоп здесь не отключается. Вот. Вот, но она здесь работает по какому-то, вот сейчас, допустим, она не глохнет же, мы стоим, да? По своему какому-то алгоритму работает. То она работает, то не работает. Вот. Видимо, там какая-то батарейка тоже, видимо, поездить надо, чтобы она зарядилась. Так, Н, да? Нет, Р. Р. Н это нейтралка, Р это нажат, Риар. Ну и как она по горочкам едет, вроде? А, ну тут все так ездит. Конечно, ездит. Хе-хе-хе-хе. Да. Это Владивосток. Во. Все. И фары, хоп, сразу. А, и стекла. Вот, все, да. Маш, ключ в кармане, и все, можно ходить. Можно еще полюбоваться на машинках, как она стоит, да? Я сейчас, ладно, 10% я сейчас сниму, правда? Блин, меня же там, меня же Жуни 12 часов назад из дома уехал, ну и все. Ага. Вот так вот. Сфотить? Давай, давай, давайте сфотом. Да можно на ты. Я вот, уже два года тебя знаю. Ребята, ну а я нахожусь в очередном шедевре литрового автомобилестроения. Инвестиционного, как вы уже понимаете, да? Сейчас, как всегда, подробный экскурс. Показываю, значит, автомобиль. Это у нас Toyota Rumi. Серебристого цвета. 2017 года выпуска. Сразу отмечаем вот эти моменты, да? Сами понимаете, да, что это все значит, да? Под систему K0 машина подходит. Значит, она только-только вот пришла из Японии. Только-только свеженапечатанный ПТС на нее. С корабля, значит, заехала на рендеву, так сказать, к лучшим мастерам из Азии. И вот она уже стоит на стояночке. Я уже вам ее показываю. По колесам. По колесам здесь 165 на 65 на 14. Летняя жирненькая резина. А жирненькая она потому, что 22 года. Сразу можно инспекцию арок провести. Арки, герметик. Все на месте. Сразу под машинку заглянем. Вот так вот. Надеюсь, там все видно. Сразу отметим, что камера заднего вида имеется. Штатная. Две электродвери здесь. Пожалуйста, все на ручках, на кнопочках. Два столика. Шторки. Опять же, два штука. Парсигаров не имеется, к сожалению. ТРДшные такие. Тюнячки небольшие. От японца. По пробегу здесь, значит, на 50 тысячах обслуживание. А, нет. Здесь же меньше 50 тысяч пробег. Это, наверное, надо на 50 тысячах обслуживание. Обслуживать будет. То есть, где-то на 45 тысячах была замена масла. Также из приятного. Круиз-контроль имеется. Кнопки с двух сторон. Громкость. Компьютер. Климатическая установка. Да, еще что выделяется. Не везде есть подогрев сидений. Вот. Не на всех машинах этих. Подогрев сидений. Камера магнитола. Сейчас посмотрим, что она умеет. Вот так вот все заводится. Все запускается. Пробег 47. Вот, слышали? Нужно подписаться на канал обязательно. Не забывать. Японская женщина всегда напоминает об этом. Потолок на месте, значит, камера заднего вида. Камера, значит, показывает. Руль, а руль что-нибудь не подключен? Японец, похоже, магнитолу эту заменил. Обычно, когда руль не подключен, кнопки на руле я имею в виду, скорее всего, стояла заряженная какая-то магнитола, и японец ее просто-напросто поменял. И в спешке, значит, роняя тапки, он не подключил. Получается, вот такой вот. Вот у нас японец попался. Здесь, значит, вот кнопка GLONASS установлена. А здесь, значит, коробочка от кнопки. Кнопка эта прописывается в ПТС. Все официально, все легально, все установлено. Бензина японского мало. Также из опции здесь, смотрите, вот куча всего. Куча электродверей. Вот можно ту дверь отсюда. О, плафон! Ё-моё! Плафон-то тут непростой какой-то с ионизатором. Интересно. Вон она, смотрите, как даже днем видно, да, как этот мягкий свет, легкий. Короче, вот такой японец, затейник. Есть минусы, есть плюсы вообще в его поведении. Обслуживал машинку хорошо, это хорошо, но с мафоном непонятная ситуация, да. Но утверждать не буду, что он что-то поменял, но, по идее, кнопки должны были бы подключены быть. Подкапотное пространство у нас тоже нуждается в тщательнейшем осмотре. Крышку капота открываем. Смотрим, как тут все выглядит. Все чинно, благородно, так сказать. Как в лучших домах Лондона и Парижа. Два ключа, значит, присутствуют. Кто не знает, как эти машины открываются, закрываются. Можно вот так, без ключевого доступа. Можно сделать, чтобы зеркала складывались автоматически, чтобы соседи просто в шоке все были. Просто вы выходите, вот так кнопочку нажимаете. Просто не надо ни ключ заставать, вот это ничего ковырять там. Вот. И еще и зеркала свернутся. Но это все будет просто имба. Вот так вот, хоп, открываем с пульта. Вот так вот непринужденно присаживаемся. Здесь все ложится в кровать. Все вот это пространство, которое вы видите, Оно просто в такую кровать огромную превращается. Ну, чтобы не только путешествовать, даже здесь можно. Умывальничек вон прикрутил сбоку и все. Кнопочкой. Все, вот это тоже, если увидят, люди офигеют. Как стрелочки вот эти ездят. А календарик-то, а? А календарик-то тоже здесь, блин, душевный. Эклипс. Эклипс магнитола. Небольшой тест-драйв. Как говорится, все крутится, вертится. Про состояние машины, да, многие иногда спрашивают. Все крутится, вертится. Так по объявлениям отвечают. Вот. Так же и здесь. Вот и все. Вот и приехали. Здесь она будет ждать, значит, своего покупателя. Вот. И днем, и ночью будет стоять. Я буду 120 рублей в сутки за нее платить. Пока кто-то не решит на ней попутешествовать, так сказать. Связать свою судьбу с этой машинкой. Ну все, как говорится, место встречи изменить нельзя. Машинка стоит по поводу цены. Цена в телеграм-канале будет. И сразу объясню, почему, чтобы меня не хейтили, чтобы не говорили, что я не хороший человек. Почему цену не говорю. Потому что, сами понимаете, курсы вверх, курсы вниз. Рынок также вверх-вниз. Возможно, я захочу, допустим, сделать скидку на нее. А вы об этом не узнаете. Так что заходите в телегу, если эта машина еще не продана. А также еще другие есть автомобили из литрового царства в наличии. Есть тачки в Японии также. Вот. Очень хорошие варики. Все по нижу рынка. Все, как мы любим с вами. Вот. Так что актуальную цену в телеграм-канале, который, естественно, вот по вот этому QR-коду, либо по ссылочке в описании можете заходить вообще в любое время. Хоть ночью заходите, днем вообще никакого расписания нет. 24 на 7 он работает для вас. Ну и, конечно же, тест-драйв тоже не помешает. Вот так вот нажимаем кнопочку. Cruise Control включили. Вторым движением фиксируем скорость. Все, погнали. Полетели. Просто нереально. Смотрите, какие красивые виды, красивые люди ходят по улицам. Там пышные сопки распышнились, сейчас раззеленились. Не то, что зимой все лысое стоит. Сейчас вот так вот, смотрите. Ну и пудра наша летит просто. Причем, неважно, в горку, в горке. Прям нормальный квадратик такой. Конечно, 150, кто любит ездить, ну, возможно, вам эта машина не подойдет. А для передвижений по городу, допустим, вот Камазик нужно обогнать. Тут же, не снимая с круиза, просто газулечки, хоп. Потом обогнали, значит, вон он, он миновал нас. И все, и вперед. Без песни, как говорится. Вон они, корабли на рейде стоят. Острова какие-то. Просто там раки, крабы в этом ползают в море. Рачки-отшельники. Мидии. Гребешок лежит. Вот так вот дышит. Просто вообще загляденье. Но морской сезон я, если честно, еще не открыл, конечно. Купальный. Я кое-чего другого сезона открыл. И в одном из ближайших видео я с вами поделюсь этим. Вон оно, видите? Как красиво все. Чайки, вон верхушки домов в тумане. Это вообще просто здесь потрясающе, ребята. Вот, блин, не знаю, какое-то что-то необычное вот ощущается. Как вот там люди на верхних этажах. Им, наверное, хорошо. Туман это такое, знаете, он... Идешь, он ложится, влага тебя как бы обдает. Вот здесь вот микрорайончик неплохой. Там набережная вдоль вообще. То есть, как вот здесь люди живут тоже. Здесь квартиры, наверное, миллионы какие-то стоят нереальные. Здесь вообще все нереально. Здесь даже панелька обычная, девятиэтажная, стоит таких миллионов. Вот, видите? Чуть-чуть, хоп, надо обогнать поток. Вот, наказать всех. Сразу он делает это легко и непринужденно. Правда, поворотники здесь, к ним нужно привыкать. Здесь они какие-то такие, в одно касание. Чуть прикоснулся, и он моргать начинает. То есть... Вот, видите, дома тоже здесь вот чистенько, да? Там верхний, он в тумане какие-то. То есть верхний этаж этого дома, как нижний этаж следующего дома. Вот так вот и живем здесь, во Владивостоке. Новая пушечка. Гоночка. Заряжена. Белый виц. Растаможен на юрлицо. Уплачен коммерческий утилизационный сбор. Значит, хлебушек на масло можно смело намазывать. Путешествовать можно. Наслаждаться природой. Красотами. Надежностью вица. Виц это, кстати, сходовка филдера. Вот. Вот такой это багажный отсек. Салончик. Сейчас все покажу по порядку. Значит, здесь имеется у нас запасное колесо. Тоже в путешествии лишним не бывает. И не на всех моделях оно есть. Здесь у нас в руках, видите, толщиномер. Толщиномер сейчас будет применен по назначению. После того, как я покажу вам салон, подкапотка, святая святых. В общем, все как мы любим. Значит, вот они наклейки об обслуживании. 62 тысячи километров, 67 тысяч километров. Водительское сидение выглядит таким вот образом. Выполнено оно. Субари он заряженный гоняет. Руль лакированный с кнопочками. Запустить можно и даже нужно. 75 тысяч пробег. 19 градусов за бортом. Японская женщина общается. Просит, значит, не забывать подписочку на канал оформлять. Значит, пакет безопасности, контроль сближения. Здесь у нас розеточка. Кнопка ГЛОНАСС уже установлена. Как и положено. Электрозеркала. Складываются зеркала. Еще, значит, к пакету безопасности контроль полосы. Это что, автосвет, я думаю. Да, здесь потому что его нет. Капотик, значит, сразу открываем. Здесь фишка, естественно, для мелочи. Но как же без мелочи, да? Без мелочи вообще никуда. И вот здесь ее можно складывать. Так, у нас кондиционер включен. Холодит, получается. В бардачке, значит, помимо документов, деклараций. А, ну, кстати, какие документы? Какие документы у нас? Значит, декларации на товары. Потом документы об оплате утилит сбора. Договор о купле-продаже от юрлица. ПТС и СБКТС. Вот. Все документики, значит, кнопка, значит, прописана в ПТС. Пожалуйста, подкапотное пространство автомобиля выглядит вот таким образом. Лонжерончики, как хорошо видно. Здесь мотор даже в таких моделях бывают полтора литровые, гибридные бывают. Вот. Это, соответственно, младший моторчик литровый, поэтому так много места свободно с локтями можно сюда залазить и там делать, что хотите. Дворник, да, фишка ВИЦА тоже. Дворник один. Интересно сделано, да? Стекла, понятно, все оригинал, все тойотовские. Колеса у нас, значит, гудьеры. Гудьеры 165 на 70, R14. Вот так это все выглядит. Также смотрим арочки. Естественно, весь герметик, все как положено. Смотрим, значит, на днище. Смотрим, значит, здесь арочку. Сейчас настало время специального прибора. Проверим, значит, автомобиль. 101. 110. 99. 100. 119. 122. 118. 114. 101. 119. Так, ну, у нас же где-то здесь крашеные были элементы. А вот. 128. 120. А, ну, вот это крыло точно крашеное. 169. Такие, значит, показания толщиномера. Также напоминаю, что этот автомобиль, вы смотрите его сейчас. А в моем телеграм-канале он уже появился до этого. То есть, рекомендую подписаться по ссылке в описании будет, получается. Либо по QR-коду, который вы видите на экране. Там информация в первую очередь всегда появляется. Ну, и цена, естественно, по низу рынка. Ну, и состояние, как вы сами понимаете, да. Каноль-маноль полный. То есть, что такое Каноль-маноль? С небольшими какими-то нюансами. Ну, в виде, допустим, этих незначительных окрасов, да. Но зато хороший автомобиль по хорошей цене. Для хороших людей. Для хороших подписчиков. Вчера вот подписчики приезжали, говорят. Рома, что-то гамака мало у тебя в видосах. Не кажется ли тебе? Я так думаю, вроде сезон гамака открывал, но как бы показывал. Говорю, нет, гамака хватает в жизни. Ну, вот в видосах тоже, так сказать, покажу. Ну, и, ребят, главное, так сказать, новость. У меня, мы раньше снимали квартиру здесь. Сейчас школа и кончилась. Школьный сезон. Ну, каникулы, так сказать, сейчас сняли дачу. И вот из-за города в таком дачном режиме, в общем, сейчас езжу пока в город. Но впоследствии хочу, ну, летом все-таки побольше времени семье уделять. Ну, и работать немного поменьше. Потому что все-таки понял, что, значит, всех денег-то не заработать получается. Ну, а жизнь-то уходит, проходит. Если просто только работать, то, как бы, особо Дальний Восток не ощущается. Вот такие, в общем, пироги. В общем, смотрю, видос уже под 40 минут получается. Ну, это, блин, надо, наверное, уже закругляться. Всем огромное спасибо по традиции, кто досмотрел видос до конца. Всем огромной удачи, ребят. До новых скорых встреч на этом канале Роман Гоу, а также в моем телеграм-канале. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова